В прошлый раз был граф Петерсона. Давайте вспоминаем, что это такое. Внутри отрезки, да? И после этого, совершенно верно, есть пятиугольную звездочку. Отлично. Отлично, господа. Скажите, на этой картинке можно ли устроить гамильдонов путь? Обратите просто внимание. Здесь цикл. То есть мы вернулись в исходную точку, ходили-ходили и могли даже вернуться в исходную точку. А здесь я вас не прошу. Я прошу вас из какой-то вершины начать, пройти по всем вершинам, но завершать путь необязательно. То есть главное просто пройти по всей вершинам. Пройти по всей вершинам, да. А что значит завершать? Вот здесь. Что? А, да. Они оказываются рядом. У меня получилось. У вас получилось. Отлично. Давайте, оттуда начинать вы хотите? Оттуда, на самом, левом, нижнем углу. Отсюда. 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 Отлично. Куда дальше идти? На вправо. Вверх-право. Вверх-право. Да, вверх-право. Сюда? Нет. Да-да-да. Это дальше. Право, отлично. Дальше. Теперь влево. Да. Теперь влево опять. Влево, да. Влево, влево. Опять влево. Давай. Затем вверх. Вверх-право. Вверх-право. Все входит. Затем влево. Затем влево. Ну да. Ну и все. Отлично. А теперь простой вопрос. Существуют ли в этой картинке гометонов циклы? Нет. Могли ли мы обойти так, чтобы могли потом последним ходом попасть в начало? Посмотрите, вот это цикл, а это путь. Нет цикла. Могли ли я пройти так, чтобы завершить свой путь в точке, с которой нашел? На самом деле нет. Нет. Вот это надо доказать. Если мы выберем какую-нибудь точку на пятиугольнике, в большом, вот, потом пройдем, как мы сделали со звездой, весь пятиугольник, вот, потом вернемся в звезду и там пройдем. Это все замечательно. Я уже сказал, что у вас не получится. Да. А доказывать, что не получится, объясняя, что вот я вот так сделала, а у меня не получилось, нельзя. Потому что вам всегда отвечают, ну, хорошо, вот вы так сделали, а вдруг кто-то как-то по-другому сделает, и у него получится. А вот в другом уже сделки нельзя. Я не понимаю. Теоретически, ладно. Нет, я не говорю, это теоретически, не теоретически. Надо каким-то образом, господа, все-таки разобраться, существует ли или не существует гаментоновый цикл. А давайте я решу эту задачу просто-напросто. Объясните, нет, что попробуйте. Знаете решение? Не бывает пример. Не бывает пример. Хорошо, я веду помолчать, не только минуту. Не бывает, а половину знаю. Не бывает. От каждой точки выходит три только. Да, и что? Ну, в другом графе тоже. Значит, если у нас есть гамильтонов цикл, то тогда неиспользованных отрезков будет пять. Поэтому вопрос в том, а можно ли найти такие пять? А теперь смотрите, какая идея. Я утверждаю, что все вершины этого графа на самом деле равноправны. Все понимают? Ведь как он возник? Что он возник, когда мы взяли додекайдер и... Срезание шапки. Нет, и отождествили противоположные вершины. Правильно? А, да. Отождествили противоположные вершины. Но додекайдер это же симметричная фигура. И можно любую вершину перевести в любую, еще и укрутить можно. Поэтому я могу считать все вершины одинаковыми. Берем какой-нибудь вот такой вершины. Вы понимаете, что можно считать, что вот эти ребра использованы, а вот это ребро не использованы. Можно. Можно. А в таком случае вот эти ребра что? Тоже не используют. Используют. А, используют. Вот эти ребра использованы. Значит, давайте я бы сотру не использованный ребро. Так, наверное, будет даже легче. Я возьму его, просто сотру. И в таком случае возникает вопрос. Можно ли нарисовать гамильтонов цикл вот на таком графе? Там еще у точки, с которой мы отправлялись, надо точно использовать ее или нет? А, да, в общем, используем ее, а как иначе. А как, через нее иначе не пройдешь? А, ну да. Через нее иначе не пройдешь. Хорошо. Хорошо. А теперь смотрите, ведь на самом деле у нас уже вот эта вершина никому не интересна, потому что мы точно знаем, что здесь так идти. Да? Замечательно. И мы точно знаем, что здесь вот так идти. Хорошо. Значит, тем вершинам тоже. Картинка вообще симметричная. Да. Поэтому. Все красивые, да, все эти вещи. Ну да, да, посмысловала симметричная. Поэтому, когда мы вот сюда пришли, то дальше мы либо сюда идем, либо сюда. И здесь тоже самое. Мы либо сюда идем, вот отсюда пришли. Либо сюда идем, либо сюда, так? Да. Значит, я могу рассмотреть такие случаи. Ну, давайте начнем с такого случая. Когда я вот пришел отсюда, пошел вниз. Видите? И здесь тоже пришел отсюда, пошел вниз. В обоих случаях пошел вниз. В принципе, может такое быть? Да. Отлично. Это что за маршрут такой? Два, пять. Возможно такое? Да. Возможно. Отлично. Один, два, три, четыре, пять. В один идти нельзя. Слишком рано. Значит, куда идем? В шесть. В шесть. Обязаны идти вверх. Семь. Дальше что? Восемь и ничего не получается. Восемь. А почему не получается? Потому что единица уже захлопнулась. Так? Да. Значит, если я оба раза пошел вниз, то... Не работает. Не работает. Значит, я убираю все эти циклы и говорю, что я обязан был в одном из этих мест пойти не вверх. Так? Нет. Отлично. Ну, может быть и в обоих, но в одном точно. Значит, давайте-ка я опишу. Один, два, три, понятно, да? Дальше пришел сюда. Четыре. Четыре. Кстати, по этому ремку я уже никогда не пройду. По этому ремку я уже никогда не пройду. И что у меня дальше будет? Из четверки надо либо вниз, либо... Только вниз, потому что здесь сверху. А если сюда, то что? А единица не захлопнется. Единицу нельзя, поэтому придется идти сюда. Потом наверх. Наверх сюда. А почему нельзя единицу? Потому что там путь сверху. И единица? Да, сверху же тоже считается все. Так, я тут единственное не знаю, как это понятно объяснять. Так, один, два, три, четыре. Если мы пойдем в звезду, то ничего. Стойте так, пройдем подряд. Вот представим, что мы пошли вниз. Тогда пять, шесть, семь, восемь, да? Девять. И все. И все нормально. А, нет, вон там одну... И вы должны идти сюда, а... Да. Все, да сюда нельзя. Хорошо. Сюда нельзя. А мы еще не проверили, если после пятерки вверх пойдет? Как это? Нет, проверили. Снизу пятерка, а потом вверх шестерка. Сюда? Да. Так нельзя, потому что в эту вершину надо как-то попасть. У нас есть вершина, и если я пойду сейчас сюда, то я в него уже никогда не попаду. Нет, нельзя нельзя. Нет, значит сюда нельзя. Пишем сюда пять, так? Да. Так, в единицу нельзя. Значит, идти сюда. Шесть, семь. Что там дальше? Восемь. Девять и единиц и восемь. Девять и десять. Потому что я уже давно могу сказать, что соединит тебе дать. Все? Все. Значит, вот вам пример. Граф Петерсон обладает тем свойством, что гамильтонов путь в нем есть, а гамильтонова цикла нет. Хорошо. Вот, ребят, я должен вам сказать, что вопрос о том, существует ли в данном вам графе гамильтонов цикл или нет, это вопрос тяжелый. Ну, или гамильтонов путь, то же самое, тоже вопрос тяжелый. То есть, никакого простого алгоритма для того, чтобы это узнавать, не придумано. Ну, и есть подозрения, что, в общем, не придумают. В очередной математике есть такое понятие сложные задачи, там, НП полные задачи. Спасибо. 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 Спасибо.